В финальном выступлении участницы вместе со зрителями отправились в дальнее странствие по Северному морскому пути. Во время необычной экспедиции девушки пленили публику не только своими солнечными улыбками, но и настоящими колдовскими чарами. Шаманский танец заменил традиционный выход в купальниках. Традиционное интервью тоже преобразилось. Участницы прочитали на сцене любимые стихи русских поэтов. Пусть мне будет тоска вчерашняя и счастье завтрашнее по плечу. Я хочу и болей, и радостей. Я хочу эту жизнь прожить. Девчонки сегодня были молодцы. Все очень красивые, изящные, нежные, обаятельные. Ну все красавицы Арктики. Но, конечно, победили сильнейшие. И вот самый долгожданный и волнительный момент. Награждение победительниц. Мы все члены жюри решили, что они все лучшие из лучших. И вообще самые лучшие девчонки в Северном Арктическом федеральном университете. Но все-таки конкурс есть конкурс, и мы вынуждены объявить победительницу. Итак, красой Арктики признана Питунина Александра! Александра Питунина! Я хотела очень участвовать в этом конкурсе, но не на первом курсе, так как я думаю, что это еще рано, наверное, скорее всего. Я хотела участвовать года через два. Но у меня есть очень хороший друг, товарищ, который подбил меня все-таки на это решение. Были первые эмоции, это дезориентация полная, что происходит. Это был шок, конечно же, шок, но до сих пор продолжается. Вслед за праздником красоты началась не только весна, но и череда самых разных торжественных и научных событий, посвященных пятилетнему юбилею Северного Арктического федерального университета. Валерия Пуминова, Евгений Зыков, Дмитрий Коротов, Панорама Севера.